Всем здарова, дорогие друзья, с вами Даваска, наконец-то у меня в городе открыли парикмахерские и теперь будут видосы без кепочки. В общем, в одном из последних видосов я вас просил собрать нужное количество лайков, чтобы вышли сеты со сланцами. Вы эту сумму собрали за день, это великолепно, всем спасибо. Ну, я до последнего надеялся, что лайки вы не соберете, но вы красавчики, вы собрали. В общем, в этом видосе собираем сеты со сланцами. Всем приятного просмотра, если кушаешь, то приятного аппетита, погнали. Дорогие друзья, помните, я рекламировал группу доктора? В общем, он добил 50к, не без вашей помощи, вы все огромные просто молодцы. Он сделал топовый конкурс на 1000 рублей, на крутой олдовский аккаунт, а также на 50 настроек для телефона. Это не бесплатное, это которое он продает. Участвуй, ссылка в описании. А также в его группе ты можешь бесплатно получить все настройки на свой телефон. Ссылка в описании. Давайте для начала покажу вам пару сетов, с которыми сланцы мне прямо понравились, как они сочетаются. А потом с каждыми сланцами просто пособираем самые популярные сеты и, в принципе, самые красивые сеты. Итак, первый сет я увидел у такого игрока, как Гонза. Я поначалу отрицал его, но по итогу он мне даже в какой-то степени и понравился. Сразу же хочу сказать, что сеты собираю чисто для вас и играть я в таких сетах вряд ли буду. В общем, вот такой вот сет, он прикольно сочетается. Тут и торс, и сланцы, в принципе, норм. Почему именно сланцы? Потому что, ну, вот по натуре никакие кроссы сюда не подходят. Вот тут я согласен, что сланцы, в принципе, тут смотрятся неплохо. Где же эти сланцы? Оранжевые. Вот они. Вот. И другой сет, это уже черные сланцы. Ну, не черные, а синие. Мне они зашли с шортами, вот с этими, с черными, где они. Вот. В принципе, можно даже как-нибудь вот так оставить. Но мне еще зашло именно с красной рубахой. Вот. Вот такой сет мне тоже зашел. Хотя, как по мне, если сюда одеть какие-нибудь там или кеды, или кроссы за полтора ка, они будут, сет будет смотреться лучше. Это как по мне. Хотя и со сланцами тоже смотрится неплохо. А также недавно у нас появились вот эти бирюзовые сланцы. И я могу вам показать два красивых сета, которые с ними офигенно сочетаются. Все их сосрали, сказали, что нафига нам нужны бирюзовые сланцы. Вы не правы, смотрите. Оденем, к примеру, вот эту причесочку. И очки бесплатные, вот эти фиолетовые. Кулы торс. Давайте сначала оденем торс от набора, который шел вместе со сланцами. Это у нас вот этот набор. И шортики с нового бесплатного наборчика. Вот они. Вот такой, в принципе, тоже неплохой сетик у нас получился. Прическу вы можете одеть абсолютно просто любую. Например, даже с пропуска, с недавнего. Вот так. Ну, это дичь уже, соглашусь. Какую-нибудь. Вот такую черненькую. Там, вот эту прическу. Какую-нибудь вот эту прическу. Вот эту белую. Или даже синюю. Кепочку, в принципе, будет неплохой сет. Так, следующий сет. Это мне уже нужен голый торс. Вот этот голый торс. И шорты мне нужны за промокод. Вот эти. Вот. В принципе, тоже неплохой сет. И бирюзовые сланцы к нему подходят. Подходят. Ну, согласитесь же, что офигенный сет. И честно сказать, в таком сете даже я бы поиграл. Ну, в натуре. Он такой летний, легкий, плавательный. И все такое. Итак. В каких сетах играют у нас в основном? А, давайте соберем сет чеченского школьника. Сет одобрен чеченцам. Поэтому вопросов ко мне не возникает. Нам нужны джинсы Алока. Нам нужна белая рубашка. Причесочку давайте. Ну, к примеру, вот эту оставим. Очки в Чечне не носят. Поэтому давайте сделаем и причесочку вернем. Так, а где прическа? Не понял. Вот она. Во! Сет чеченского школьника. Да. Ну, хотя я знаю, что многие в Чечне ходят вот так вот. Поэтому ловите. Итак. Начинаем. Сет трешера. Он играл в зомби-самураи, но, как я понял, он в этом сете больше играть не будет. Вот так, в принципе, смотрится тоже неплохо. Только смотрите. Если вы на голову одеваете что-нибудь черное, к примеру, вот эту маску и причесочку черную. Мою. Вот эту. То сланцы лучше одевать темные. Если же вы одеваете, к примеру, голову зомби-самурая, то с черными смотрится уже как-то, ну, некрасиво. Поэтому сюда лучше одеть вот такие сланцы. Так. Можно даже как-нибудь вот так. В принципе, тоже красиво. Но все-таки я больше топлю за кроссы и сеты с штаны исландца мне по натуре не нравятся. Ну, вот пару сетов, которые я показывал в начале, вот ими я бы действительно поиграл. Ну, и давайте напоследок соберем пару сетов с самыми популярными сланцами и пуховые штаны. Вот до хрена игроков вот так играют. И честно, я не вижу ничего красивого в таких сетах. Потому что многие играют как-нибудь вот так вот и считают это красивым. Ну, зачем? Смысл? Одень ты кроссы и будет офигенно. Хотя многие, я знаю, что многие после просмотра этого видоса скажут, что наконец-то Даваска собрал нормальные сеты. Люди, вкусы разные. Если вам нравится сет, вы меня не слушаете, никого не слушаете. Просто играйте в том, в чем вам играть реально по кайфу. В принципе, вот и все. И, в принципе, вот еще неплохой сетик. Джазовые штаны, которые я опять пролистал. Так, гиди они. Вот. И сюда очки бесплатные, которые были с фиолетовым. Вот. Красиво? Красиво. А не спорю. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Еще. Напоследок скажу пару умных фраз. Смотрите. Кто выбил вот эти бирюзовые сланцы. И кто обожает играть штаны плюс сланцы. То они, в принципе, неплохо сочетаются с команда. Вот с этим инкубатором. Вот с этими штанами. А торс и прическу, очки выбирайте уже по вашему вкусу. И вот с этими штанами. В принципе, вот это пара неплохих сочетаний. Со всем остальным, именно со штанами, они в натуре не смотрятся. В принципе, все. Я надеюсь, что вы этот видос ждали. В какой-то степени вы с него, возможно, и кайфанули. Всем спасибо, всем пока и добре будет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok